До начала заседания осталось несколько минут. В коридоре множество следителей. Обвиняемый Нияз Гарифуллин выглядит спокойно. Сегодня ему придется давать показания. Гарифулина обвиняют сразу по нескольким статьям. Скандал разгорелся прошлым летом. После проверки предприятия по благоустройству города в отношении директора Нияза Гарифулина было возбуждено уголовное дело. Из материалов следует. По распоряжению Гарифулина дороги поливались опасными для здоровья отходами нефтепереработки, которые он получал бесплатно. Деньги же, предназначенные для закупки водно-соляного реагента, складывал в свой карман. По версии следствия, общий ущерб, причиненный действиями Гарифулина Нияза Исхаковича, составил порядка 16 миллионов рублей. Вину свою в содеянном по уголовному делу рассматриваемых действиях Гарифуллин не признал. На сегодняшнем слушании выслушали представителей «Шишма-Ойл», который подтвердил, что были письма от предприятий с просьбой передать отходы производства на безвозмездной основе для обработки дорог. Я полнообъемник и не могу отрочить с ним туда. Очень не знаю, если я так понимаю. Вы делаете указания, у вас есть право от газа дальше. Да. У вас есть право от газа дальше. Все? Опросить всех свидетелей сегодня не удалось. И пока в ходе судебных процессов озвучат все нюансы многотомного дела. Пройдет немало времени. Кстати, сегодня стало известно, что у Гарифулина на Иждивене есть взрослый сын-инвалид. Как этот факт повлияет на приговор, пока неизвестно. Сейчас Гарифулину грозит серьезный срок. Сегодня состоялось первое слушание. В зале суда опросили свидетелей, потерпевшую сторону. А в данном случае это исполком Нижнекамска. Напомним, Нияза Гарифулина обвиняют в растрате и в том, что дороги Нижнекамска зимой поливались нефтяным раствором. Мы будем следить за этой историей. Алсу Юматова, Ринат Харасов, Новости НТР.